Послание Отца Абсолюта от 8 июня 2020 года Что собой представляет психика человека? Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим о том, что представляет собой психика человека в широком значении этого слова. Само слово «психика» произошло от греческого слова «душа». И, конечно, это не случайно. Именно душа управляла всеми мыслями, эмоциями, поступками человека на заре его существования, когда он был тесно связан с Творцом. Но постепенно, по мере схождения его в мир третьей плотности, связь человека с его душой все больше и больше ослабевала. Он был поставлен в такие условия, в которых на первый план выходили уже совсем другие потребности, и он вынужден был жить теперь не по законам Вселенной, а по тем, которые были искусственно внедрены в человеческое общество расы драконовых. Чтобы выживать в новом для него дуальном мире, ему приходилось ломать свою психику, приспосабливая ее к новым условиям. Конечно, происходило это бессознательно, поскольку, воплощаясь вновь и вновь на Земле, человек приходил сюда состертой памяти о своем былом величии. И с каждым следующим воплощением эта память стиралась все больше, а в его подсознание внедрялись уже новые рептилоидные программы, направленные на полное подчинение властям. Большую роль сыграла в этом религия и навязываемая ей законы и устои подавления человеческой личности как в обществе, так и в семье. Так постепенно душа человека была загнана в угол и лишена права голоса. Человек перестал ее слышать, поскольку вибрации его упали настолько, что он мог воспринимать только то, что навязывалось ему извне. Так, утратив связь с душой, он утратил и связь с Богом, которого религия превратила в некоего верховного судью, кому люди поклонялись и которого боялись, забыв о том, что и сами они являются его частичкой, а значит, Бога людьми. Драконовые прекрасно понимали, что перерезав эту ниточку, энергетический канал, соединяющий человека с его высшими аспектами, они смогут обрести над ним полную власть. И, как видите, они в этом весьма преуспели, извратив психику человека настолько, что она превратилась в аморфную субстанцию, которую можно было уже легко управлять. Целые полчища астральных сущностей работали на рептилоидов на протяжении тысячелетий господства на Земле, формируя психику человека таким образом, чтобы она быстро и послушно отзывалась на эмоциональные и мыслительные посылы властелинов мира. Постепенно тонкие тела человека спрессовались до предела, а тонкими органами его чувств остались лишь нижние чакры, отвечающие за выживание человека в трехмерном мире. Его верхние чакры и шашковидная железа надолго впали в литургический сон, не способный существовать в столь низких вибрациях. А ведь когда-то именно они и были божественной основой психики человека. Как видите, дорогие мои, чтобы дать четкое определение такому понятию, как психика, мне пришлось совершить этот небольшой экскурс в прошлое. Итак, если совсем коротко, то психика человека – это сочетание двух его ипостасей – духовной и земной, материальной. И в зависимости от того, что превалирует в нем в данный момент, его психика может быть уравновешенной, высоковибрационной, божественной, однополярной или наоборот – нестабильной, низковибрационной, приземленной, дуальной. На этом и остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...